9 утра в регионе, в эфире телеканала Россия Вести Ульяновск. В студии Ирина Шмыгова. Здравствуйте. И вот о чем будем говорить сегодня. Их задача сделать продукцию на прилавках магазинов безопасной. В регионе выбрали лучшего ветеринарно-санитарного эксперта. Кто успешнее всех справился с конкурсными испытаниями. Современный офис врача общей практики открылся в солдатской Ташле. В каких условиях теперь проходит лечение местных жителей, и как здесь помогают маломобильным пациентам. А в областном центре в разгаре диспансеризация. К тем, кто не может самостоятельно добраться до больницы, врачи приходят домой. Итак, в Ульяновской области продолжается благоустройство родников. За 10 лет акции в регионе облагородили больше 600 питьевых ключей. На эти цели из областного бюджета выделили больше 60 миллионов рублей. В прошедшем 2022 году на территории Ульяновской области было благоустроено 25 родников практически на всей территории Ульяновской области. Хотела бы обратить внимание, что родники, которые заявляются на благоустройство, это те источники, которые заявляют сами жители муниципальных образований. В текущем 2023 году мы также продолжаем данную работу на территории всей Ульяновской области. Будет благоустроено более 24 родников. В этом году к нам подключились ТОСы, подключился бизнес и подключились жители для того, чтобы благоустроить те родники, которые во многих муниципальных образованиях являются также единственным источником питьевого водоснабжения. Хороший пример родники Коржевского поселения Инзинского района. Из 11 сел только 6 имеют централизованное водоснабжение. Поэтому программа, которая действует у нас в области, это хорошее подспорье для поселения отремонтировать такие родники. Вот одним из таких родников является данный родник по улице Ключевая. Изначально здесь сделали ремонт и установили срубы из дерева, который называется осина. Неприятный запах исходил, частые жалобы были. Было принято решение переделать его. В прошлом году колодец углубили, установили два дополнительных кольца, а также сделали отвод. Последующий анализ показал, вода вновь пригодна для питья. Эти люди трудятся ради того, чтобы мы не боялись есть. Профессионалы отрасли показали класс в ежегодном конкурсе названия «Лучший ветеринарно-санитарный эксперт». С соревновательной площадки репортаж Ксения Грищенко. Участница ветеринарно-санитарного конкурса демонстрирует жюри начало работы. От приемки документов до первых разрезов и установления качества туши. В ветеринарном документе обязательно должно быть указано, что нам привезли. То есть мясо, говядина, продукты убоя. Далее указывается обязательно информация о благополучии местности. Говорить, что их профессия сложна, смысла нет. Значимость такого ремесла понимает каждый. Ведь именно благодаря санитарным экспертам каждый день на полках магазинов и на наших столах появляются безопасные продукты. В итоге 2022 года наша ветеринарная служба и сотрудники ветеринарной службы за 2022 год провели порядка 54 тысяч экспертиз продовольственных продуктов. И 106 тысяч тонн изъят и допущено продукты питания, скажем так, до наших потребителей. Актуальность данного конкурса, данные специфики очень важна, потому что диагностика пищевого сырья, продукты питания имеют очень важные. И здесь нужен статус профессионала. Именно за статусом в Ульяновск на конкурсы приехали лучшие эксперты из Самарской области, Республик Мордовия и Мариэл. Вместе с нашими профессионалами соревнуются и дают мастер-классы. Это позволяет коллегам обменяться опытом и приобрести какие-то дополнительные навыки, знания. Конечно, это бесценно. Такие вот встречи в очном формате профессионалов. Конкурс профессионального мастерства на приз имени заслуженного деятеля ветеринарии Александра Георгиевна Кокуриной проводится в Ульяновской области в шестой раз. Она приехала с этим институтом с Воронежа. Это в годы Великой Отечественной войны. И сейчас здесь из конкурсантов, и я точно, еще живы мы, да, и помним, какой был это великий человек в области ветеринарии. По итогам конкурса первое место завоевала Светлана Фирсова, сотрудник Сенгелеевской районной ветеринарной станции. Второе и третье получили специалисты из Самарской области и Республики Мариэл. Специальный приз за волю к победе вручен ветврачу из Мордовии. Ксения Грищенко, Вести, Ульяновск. В регионе продолжается реализация нацпроекта здравоохранения. В селе Солдатская Ташла заработал обновленный офис врача общей практики. Средства на ремонт и оборудование выделили в рамках областной программы «Модернизация первичного звена». Валентина Липатова уже на пенсии. У нее межпозвонковая грыжа. Женщину спасают уколы. Говорит, раньше ходила в старую амбулаторию, но ее сменил современный офис врача общей практики. Да такой, что даже стены действуют успокаивающе. Мне кажется, вот этот вот цвет такой светлый, он наоборот как-то лечит. И настроение поддерживает, и веру вселяет в выздоровление. И очень нравятся мне девчонки наши. Молодцы. Процедурная, лаборатория, комната для приема больных. Этажом выше разместится дневной стационар на пять коек. Новую мебель и оборудование завезут в течение месяца. В офисе мощная система вентиляции, кондиционирования и пожаротушения. Установлены новые окна. Был осуществлен не просто косметический ремонт, а капитальный ремонт с заменой водоснабжения, теплоснабжения, канализации. Сдача анализов, электрокардиограмма, направление в районную больницу. А еще оформление инвалидности, либо высокотехнологичной медицинской помощи. Сам врач принимает по четвергам. Пациенты могут пройти здесь также диспансеризацию. У нас есть категории, которые домашние, маломобильные. Мы к ним выезжаем сами. Это взятие анализов у них на дому, проведение электрокардиограммы, осмотр врача. Если уж очень нужно, то мы подключаем врачей из Теренгульской районной больницы. Это осмотры узких специалистов. Сегодня как раз такой случай. Бывшему воспитателю детсада Елизавете Цалюковой 87 лет. Она труженица тыла и дитя войны. А к таким людям здесь особенное отношение. Собирали клоски. Куда сдавали, я уж это не помню. Елизавете Ивановне нужно пройти диспансеризацию, но ходить в офис врача ей тяжело. Причина – тазобедренный сустав беспокоит, а еще давление. Люди в белых халатах поспешили на выручку. Сняли кардиограмму, дали рекомендацию. Врачи приходят, лечат. Я прямо довольна и спасибо им. Другие маломобильные пациенты также на карандаше у врача. Их не оставят без внимания. Ну а тех, кому станет лучше, ждут в новом офисе врача общей практики. Ради них его специально оборудовали пандусами и перилами. Эдуард Истомин, Александр Рассохин. Вести Ульяновск. Из Теренгульского района. Температура до 40 градусов, сыпь, воспаление слизистой – все это признаки кори. Согласно национальному календарю прививок, в ульяновских лечебных учреждениях прямо сейчас проходит вакцинация от кори. Сегодня я пришел на вакцинацию, потому что корь является особо опасным заболеванием, достаточно распространенным в наше время. И я как человек, который следит за своим здоровьем, пришел для того, чтобы защитить себя и своих близких. Прививку от кори можно делать практически всем, кроме людей, страдающих от определенных видов аллергии и имеющих непереносимость некоторых продуктов. Перед прививкой в любом случае нужно проконсультироваться с врачом. Специалисты отмечают, если раньше корь чаще всего фиксировали у детей, то в последние годы ситуация изменилась. Данное заболевание характеризуется высокой температурой, токсификационным синдромом, а также развитие пятнистопопулезной сыпи. Самое грозное осложнение данного заболевания является коревой энцефалит и коревой менингит. В последнее время мы наблюдаем, что данное заболевание стало регистрироваться не только среди детей в возрасте 1 до 5 лет, но и среди взрослого населения. И основная причина – это появление так называемой неиммунной прослойки, то есть лица, которые не прошли вакцинацию в детском возрасте. Прививку от кори в первую очередь рекомендую делать тем, кто работает в сфере медицины, образования, обслуживания населения. Кроме того, в лечебных учреждениях можно вакцинироваться от других заболеваний, включая коронавирус. В областном центре продолжается диспансеризация населения. Сдать анализы можно в обычной поликлинике по месту жительства. Однако среди пациентов есть и маломобильные граждане. Посещать медицинские учреждения им трудно. В таких ситуациях врачи сами приходят домой. Тему продолжит Эдуард Истомин. Валентине Блинковой 79 лет. У нее статус дитя войны. В юном возрасте было много переживаний, говорит пенсионерка. Одна оккупация чего стоила. Мы очень много страдали, тем более мои родители. Я выросла в Полтавской области, под Киевом, недалеко. И у нас началась война сразу. Валентина Лазаревна старается следить за своим здоровьем. Однако поход в поликлинику невозможен, у нее артроз. И тогда к ней пришли врачи, взяли кровь на анализы, сделали электрокардиограмму, проверили давление. Они меня все обследовали, потому что я каждый год стараюсь пройти диспансеризацию. И поэтому очень благодарна сегодня, потому что я сейчас уже возраст. Мария Ханова участковый терапевт. Она внимательно зафиксировала жалобы пациентки на здоровье. Эти сведения помогут назначить правильное обследование. Общую картину дополнят результаты анализов. Уже по результатам обследования будет производиться второй этап диспансеризации. Это если нужно, будут какие-то специалисты узкие приедут на дом или уже будут приглашать в поликлинику. Поликлиника обслуживает 15 тысяч льготников. Из них более 6 тысяч – дети войны, говорит Валентина Караулова. К ним у медучреждения трепетные отношения. Такое же, как к инвалидам и ветеранам войны, а еще труженикам тыла. Есть возможность направить в госпиталь при необходимости, в какое-то другое лечебное учреждение. То есть все решаем по мере того, в чем нуждается тот или иной ветеран. По словам Валентины Карауловой, диспансеризация на дому – это не аккордная работа ко Дню Победы. И проводится она строго по плану. В среднем это 10-12 выездов на дом ежедневно. До конца года обследуют всех льготников войны. Эдуард Истомин, Денис Миронов, Вести Ульяновск. Это Вести Ульяновск. Мы продолжаем выпуск. До Дня Победы меньше недели представители Ульяновского территориального гарнизона проверяют памятные знаки участникам Великой Отечественной войны. Военнослужащие проинспектировали состояние памятного знака «Журавли» возле Северного кладбища, а также монумента солдатам, умершим в госпиталях. Он установлен на территории старого городского кладбища на Карла Маркса. Все памятники поддерживаются в хорошем состоянии. Производятся плановые мероприятия по поддержанию данных объектов. Мы в состоянии своевременно ставятся задачи. Работаем как и с управлением области, города, так и с воинскими частями, находящимися на территории Ульяновского гарнизона. Всего на территории региона 26 памятников воинской славы. Представители Ульяновского гарнизона проверяют состояние монументов не только в областном центре, но и в сельских районах. Ульяновск присоединился к всероссийской акции «Окна Победы» среди участников образовательной организации региона. В школах советники директора по воспитанию вместе с учениками украшают окна тематическими рисунками, трафаретами, символикой Дня Победы. Ребята понимают важность акции «Окна Победы». Они уже не первый год в ней участвуют. Каждый 9 мая мы украшаем школу. И они понимают, что это важно для поддержания духа жителей города и для памяти о том, кто не вернулся из боя в Великой Отечественной войне. Ребята помнят всех своих прадедов и прапрадедов и очень гордятся своими предками. Окна первого этажа гимназии украшены рисунками младшеклассников. Они фантазировали на тему «Я рисую мир». Выше бумажные фигурки журавлей и скульптуры «Родина мать зовет». Вырезали и украшали ими окна ученики 5-11 классов. Акция очень символична, потому что она вовлекает в общее дело не только школьников, воспитанников детских садов, не только студентов, но и рядовых жителей нашей территории. Присоединиться к акции может каждый. Для этого достаточно украсить окна своего дома символами Победы. Георгиевскими лентами, фотографиями ветеранов, красными звездами. Можно нарисовать на окнах тематический рисунок или выложить его трафаретами. Ульяновские школьники – призеры интеллектуальной Олимпиады ПФО. Состязания прошли в Перми и были организованы при поддержке полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Ульяновцы в общем зачете. Третьи в робототехнике. Вторые в управлении беспилотными летательными аппаратами. Среди призеров – Егор Дергунов. Он учится в 20-м лице и занимается в Заволжском кванториуме. Общий интерес к авиации у меня прямо с самого детства раннего. А беспилотниками я начал заниматься примерно с начальной школы. Сейчас беспилотная авиация. И авиация в целом – это весьма перспективное направление, по которому я хочу пойти в будущем. То есть начать конструировать собственные большие летательные аппараты. За победу боролись 210 школьников из 14 регионов. В целом на всех этапах интеллектуальной Олимпиады участвовали 40 тысяч человек. За два года это число увеличилось вдвое. Через душу кисти о родном крае рассказывают дети из Ульяновска, Тольятти, Набережных Челнов и Феодосии. Выставка картин юных художников открылась в Русском доме. 20 работ, выбранных жюри, удостоены Гран-при. Мир, который рядом и который внутри начинающего художника, дети воспроизводят с помощью разных художественных техник. На выставке представлены работы как живописными материалами, это гуашь, акварель, масло, так и графические техники, маркеры, пастель, карандаш, тушь, гелевая ручка. Обратите внимание, здесь нет небоскребов, здесь нет таких бездушных, каких-то современных улиц, наполненных машинами. Здесь мир природы, мир какой-то уютной сельской жизни, здесь прекрасные храмы, другие архитектурные сооружения, которые дают возможность взглянуть в историю. Выставка в Русском доме продлится до 12 июня. Параллельно здесь же 16 мая покажут русские костюмы. В областном центре сняли фильм «Каменное сердце», главные герои которого – актеры из Ульяновска и Минска. Кинокартина расскажет о детях, которые приехали из Белоруссии на родину Ленина искать клад Степана Радина. Героям предстоит пройти немало испытаний, чтобы обрести главную ценность – настоящую дружбу. Мы всегда стараемся снимать на те темы, которые интересны зрителю, какие-то социальные темы. Мы стараемся зрителя чему-то научить, не просто снять кино, а все-таки научить зрителя чему-то. И тема дружбы, она, наверное, близка сейчас ребятам, поэтому вы остановились именно на ней. Это моя первая главная роль, я немного волновалась, но вот ребята, даже те же из Ульяновска, они очень открытые, дружелюбные, с ними приятно работать, с ними на площадке приятная атмосфера, они во многом помогают. И такой процесс очень-очень-очень мне нравится. Фильм, снятый в Ульяновске, после монтажа отправят на всевозможные кинофестивали и международные конкурсы, а ребята продолжат участие в проекте «Централизованная клубная система». Актеры из двух стран сыграют в кинотеатральной сказке «Тайны затерянного мира», герои которой попадут в фантастические миры, где злой волшебник похитит школьницу, а ее друзьям нужно будет ее спасти. Причем актеры появятся и в фильме, и на сцене. Это восхищает детей, это удивляет взрослых, когда персонаж на экране, то есть это фильм, и все думают, что это фильм, а потом волшебным образом этот же самый персонаж появляется на сцене и начинает общаться со зрителем глаза в глаза. Мы такие попадаем в волшебный мир, и я как увидел золото, прям такой обомлел, я поддался соблазму и взял золото. Потом, когда мы там, у нас там был номер, когда мы там танцевали, вот, и из меня это золото упало. И я очень сильно провинилась тогда, но потом меня просили, и слава богу. Увидеть кинотеатральную сказку ульяновцы смогут в середине июня, показы «Тайны затерянного мира» пройдут в «Современнике». Премьера спектакля «Сто фантазий» состоялась на сцене небольшого театра. В постановке ульяновские режиссеры задействовали актеров Луганской народной республики, обычных школьников из Лутугина. О юных талантах, детских эмоциях и дружбе с Донбассом. Елена Гончарова. Немножко волнения есть, ну а так, мне кажется, все пройдет отлично. Я всех успокаиваю, ухожу. Голос дрожит. Через пару минут премьерный показ. Но юные артисты настроены более чем решительно. Еще бы, они стали собираться в дорогу, как только узнали о том, что их пригласили в проект. Я была в восторге, я очень ждала этого момента, когда мы поедем. Я даже не представляла, как это будет. И когда мы приехали, у меня переполняли эмоции. Их 10. И на сцене калейдоскоп из их жарких эмоций и добрых советских стихов. Забрела на полчаса, к нам позавтракать. Донбасса! Ходят стулья ко дном! Вся избушка кверху дном! Спектакль – финальный аккорд проекта «100 фантазий для детей Донбасса». Он стал возможен благодаря гранту из президентского фонда культурных инициатив. Две недели в Ульяновске ребята не только репетировали на сцене. Для них провели мастер-классы по речевому искусству, хореографии, пению, актерскому мастерству. Мы очень переживали, что ребята такого ритма не выдержат, что они, не дай бог, поломаются. Я имею в виду, просто устанут. Но на удивление и на восхищение всех взрослых, видимо, это желание наполнило их такой энергией, что они просто взяли это и сделали. Все понравилось. Командная работа. Впечатления вообще такие яркие очень. «100 фантазий» станут лутугинцам своеобразным подарком от небольшого театра. Отработав постановку «Под ключ», ребята заберут ее с собой вместе с декорациями. Они увезут с собой полностью профессиональный спектакль. Я надеюсь, что жители Лутугинского района их встретят с овациями и будут очень рады смотреть этот спектакль и показывать, ну я не знаю, не только в Лутугину, но и во всей Луганской народной республике. Ну а пока гости из Луганской республики радуют местного зрителя и радуются сами, позабыв про то, каково сейчас на их родине. Елена Гончарова, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. Юные ульяновские циркачи успешно выступили на 22-х Дельфийских играх России. Соревнования прошли в Саратове. Спортивно-цирковая студия «Импульс» 79-й школы завоевала бронзу. Ребята готовились весь тренировочный год. На общероссийских играх 15 цирковых студий из Москвы, Чулябинска, Урала, Перми представили почти 40 номеров. Мы после своего выступления смотрели другие коллективы. Многие делают очень сложную работу. Мы с ними также общались, так сказать, обменивались опытом, многому научились. Спортивно-цирковая студия «Импульс» представила на конкурсе два номера. Один в исполнении ансамбля «Сапожки русские», другой «Волжаночка» в исполнении акробатического трио. Немножко расхождение у членов жюри, какому номеру отдать бронзу или номеру в исполнении ансамбля или акробатической тройки. Но я рада, что выбрали именно ансамбль, потому что я всегда на первом месте у меня всегда ансамбль. И все-таки это мы приехали ансамблем и выиграли ансамблем. Студия «Импульс» уже завоевывала бронзу на «Дельфийских играх» в прошлом году и нацелена теперь только на победу в следующем творческом состязании. Свои таланты в 2024-м юные ульяновцы покажут в Саранске. Ульяновские ватерполисты имеют все шансы сыграть в финале четырех. По итогам трех туров чемпионата по Волжье наша команда на третьем месте турнирной таблицы. Впереди поединки в столице Татарстана. Именно там станут известны команды, которые разыграют главные награды первенства. Ватерполисты со всего по Волжье снова выявляют лучших. Очередной тур, который стал третьим по счету, прошел на базе ульяновского «Спартака». С каждым соревнованием уровень соперничества все усиливается и усиливается. Команды, в частности, вот ульяновская, Березняков, видно, что Пенза, они прогрессируют. Растет не только профессиональный уровень. Самих участников становится больше. Водное поло набирает все большую популярность. Основная цель – это массовость. И чем больше мы привлекаем сюда новых участников, тем лучше для развития водного пола. Со счетом 6-3 завершился матч между ульяновскими спортсменами и командой из Березняков. И если на старте хозяева площадки позволили сопернику чуть больше, то по ходу встречи «Спартак» исправил ошибки. Если уж в первом периоде мы давали сопернику, так сказать, волю, они забили нам как раз большинство мячей, по-моему, именно в первом периоде, то во втором уже мы показали, что мы, так сказать, не луком шиты и сделали уже игру свою. По итогам трех туров ульяновская команда набрала 10 баллов и находится на третьем месте в таблице. Всего в чемпионате участвуют шесть команд, которые проведут между собой по две встречи в четырех турах. Принимаются стезания площадки в Ульяновске и в Казани. Именно в столице Татарстана пройдет четвертый тур чемпионата, по итогам которого состоится финал четырех. Артем Петров и Александр Кудряшов. Вести. Ульяновск. На этом все. Хорошего дня. Увидимся. В магазинах Кудашкина акция. С 5 по 7 мая. Окорок без кости. 269 рублей. Голень куриная. 169 рублей. Во всех фирменных магазинах Кудашкина. Сегодня в Ульяновской области ожидается переменная облачность без осадков. Атмосферное давление будет слабо расти. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха днем по области от 20 до 25. В Ульяновске 22-24 градуса. ВОЛЯНСКИЙ СОЛЕДУЮЩИЕ 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 СОЛЕДУЮ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова